Здоровья, Амига! Рад приветствовать тебя на канале Амигон, и сегодня у нас реакция на Овербро. Сталкер. Чёрная дорога. Погнали, посмотрим. Здоровенько, булы. Ёпты, блан. Сразу хочу сказать, что Мизери — это отличная модификация. Желаю здоровья, денег, дачи всем, кто так или иначе относится к... Воу, ты чё? Ты чё? Ты чё? Чё это было? ...зработки. Земля вам бетоном. Это абсолютно уникальная модификация, где сухпайок стоит 5000, а артефакт — 4. А ремонт противогаза стоит 26 тысяч в условиях, где вам за задание дают 3000. Кардан с оси залупом. Гениально. Я уже предвижу комменты по типу «бла-бла-бла, это реализм». Это не реализм, это хуизм. Но так или иначе, я уже взялся за её прохождение, поэтому поехали. Первонаперво нам необходимо нафармить 100 тысяч рублей, чтобы банально двинуться дальше по сюжету. Для этого мы фармим всё, что есть на этой блядской карте. Тут у нас ребята впятером смотрят на один рюкзак, думаю, тоже стоит посмотреть, наверное, крайне интересно. Честно говоря, я хотел всё необходимое добыть из тайников, но хитрые пэдрые разрабы перефасовали все тайники, поэтому я получил залупу. То есть я 20 минут по этим подземелям бегал, чтобы кусок ткани вытащить, да? Чётко. Также все обузы и зубы припяти тоже пофикшены, так что мы тупо фармим. Изредка прерываясь на получение пизделей от мутантов. Ебать. Беги, беги. Ну зачем ты побежал в эту кучку? Делайте, конечно, дело ваше. Там же понятно, что тебя сожрут. Вот есть мутанты как мутанты, а есть, блять, коты пидоры. Также не забываем просматривать всякие помойки, ибо тут добавлены новые тайнички. Ну естественно, тут ничего нет, конечно. Почему я вообще не могу собрать из этого мусора нормальный вездеход, понавесить на него пару пушек и кататься, разваливая всяких бомжей по зоне? Так же, как я это делаю в красаву. Наверное, потому что только в красаву есть миллионы деталей, из которых нужно один костюм. Я думаю, уже все примерно предполагают, что за экзоскелет я там купил, но хуй. Купил я ебучий костюм эколога. Называется он SSP99 Эколог. Я понимаю, что всем похуй, но я фармил на него около 12 часов, так что мне поебать. Я буду рассказывать о нем, пока не заебусь. Причин покупать такую дорогую штуку несколько. Во-первых, это не супер дорогая штука. Если вы так думаете, это ебучая мизерия, тут все, блядь, дорого до охуения. И вторая, это ебучая мизерия, из чего следует, что урон от всего увеличен в 500 миллионов раз. И пробежать без этого броника первую же сюжетную миссию в принципе невозможно. Ибо вы нахуй сгорите. Вы и так нахуй сгорите в фарме, а это все парашу, но куда без этого. Плюсом к этому он еще супер прочный. Вот я зашел за тайником и сразу же вышел. Минус два деления. Ого, как точится-то. Пизда там. Еще 20 часов фарма. После того, как мы протестили наш костюм, топаем кною. Стучимся, ждем пока старый маразматик разъебет свою дверь из дробовика. После чего заходим и залагаем ему нашу просьбу. Здрасте, я тут слышал, у вас вертолеты попадали, можно посмотреть. Но так как но и деградант, он заводит нас в самое сердце горящей деревне. Дед, ты еблан, блядь, я тебе про вертолет, ты мне нахуй про дома горящие, ты шо дурак. К слову, любая броня здесь горит на раз-два. Возможно было бы куда проще в связке с артефактами, но я такой роскошью не располагаю. Я конечно попытался, но выглядело это следующим образом. Опа, сходил, бля. При попытке повесить его на этот слот, игра банально крашилась, а лежа в рюкзаке он статов не давал. Классика, просто классика. Так что, пизду, вернемся к нашей деревне. Ну и показывает нам безопасную дорогу, после чего подходит к обрыву и спрыгивает нахуй. О, ёба народ, дед, ты как умудрился-то. Видимо жизнь его в край доебала. По идее там должна быть пространственная аномалия, но на другом конце портала его нет. Прыгаем в аномалию, после чего появляемся на том самом плато, где нас ждет СКА-3. Но, видимо уже с небес хвалит нас за то, как я сиганул и предлагает нам к нему, если что, зайти. Но в условиях мизери, я думаю, это случится очень быстро. После чего обследуем наш вертолет, подмечаем, что ему пиздец, как бы это парадоксально не звучало, и топаем дальше. Вообще мы для себя подметили точки эвакуации, которые впоследствии нужно будет проверить, но кому не похуй. Поэтому я сразу же пошел проверять СКА-2. Честно говоря, это было пиздец какой ошибкой, это сейчас я могу уже подметить, но тогда я был полон решимости. По пути я, кстати, нашел неплохой тайничок. Вообще будет правильнее сказать, что по пути меня опять чуть не убили нахуй, но ладно. Да блять, вообще что нахуй, куда стрелять, вы ебаные блять. Там что-то есть? По пути к вертолету я решил поискать артефакты, потому что я сталкер и ебанарот, но нашел только пиздец от ебучего светящегося шара. Блять, дурабашка, не еби. Что ж ты за сука-то такая? Я хуй его знает, что такое, но этот ебучий дух Пикачу дьявольский силен. Не, впизду эту хуйню. Таким образом я решил обойти этот ебучий завод с другой стороны. Это было тоже гениальным решением, потому что там к ебучим полтергейстам добавились еще и зомбированные. У меня сейчас вряд ли башка лопнет. Ебучий шар, ты можешь потише трещать? Видимо я их всех там крэй доебал, и пока я разбирался с летающей неведомой хуйней, зомбаки просто пришли, чтобы набить мне ебала. Бля, пацаны, вы-то чё нахуй? Дайте один на один ему накидать. Накидал. Да, конечно, накидал, да, хорошо накидал. Как оно получилось? О, ебать, проверяй. В общем, бежав в зомби и сохранившись, я пару раз пытался добежать до вертолета. Просто добежать. Это, конечно, закончилось печально, но я хотя бы попытался. Пиздец. Ёбаный рот этого завода. Блядь. Ты кто такой, сука, чтобы кидать в меня этот ящик? Во время очередной загрузки у меня вообще изменилась погода. С просто посморной на туман. Причем такая штука происходит постоянно. То ясное превратится в дождь, то ясное в туман, но никак иначе. Вот иначе, блядь, никогда не будет. Ну, после того, как видимость стала практически нулевой, бороться с ебучими фантомами смысла не было. Так что я пострелял в зомби, взял с собой Толю, и мы пошли к следующему вертолету. Блядь, братан, ты слишком долгий, нам надо что-то с этим делать. Ускорить его надо. Вот тебе ствол, встретимся, хрипите. Давай. Дальше все прошло практически. Устал тебя просто ждать сопровождать. Часто без фейлов. Конечно, блядь, когда нет кота, обязательно доебется какой-нибудь пляшивый пес. Последний вертолет, наверное, упал в самое безопасное место зоны. Осматриваем и уходим. Ну, естественно, нужно навестить кровососа, который сидит на том конце озера. Понял, принял. Загружаемся и уходим тем же маршрутом, по которому мы сюда пришли. Опять что ли? Ёбаный туман, ты не заебался. После обследования вертолета топаем на скотовце, так как одна из точек эвакуации указывает именно туда. Плюс надо поспать, поесть, в общем, вся эта сурбаевала шелуха. Залетаем на корабль, расспрашиваем всех о военных, спойлер, их там никто никогда не видел. Далее у меня было два путя. Либо остаться здесь, чутка подфермить и развалить полтергейстов, либо пойти на Юпитер и помаяться ерундой там. Естественно, я выбрал второе. Так что берем все наши пожитки в виде задрочного калаша с 15% прочки и топаем к проводнику. Говорим ему, что было бы неплохо, если бы он отвел нас на станцию Янов. Он кидает нам прайс в 10 тысяч, мы понимаем, что это пиздецки дорого и соглашаемся. Он доводит нас до станции, потом 10 секунд стоит АФК, видимо, забыл, зачем вообще сюда пришел. Далее элегантный поворот и тараторка на тему того, что Янов единственное безопасное место на территории завода Юпитера. Далее разговор с местным слесарем. Он рассказывает нам, что он тоже новенький и что все найденные им иной болты и гайки тащить к нему. Зовут его, кстати, Азот. Вот жалко, конечно, что не Азон 671 Геймс, но тоже ничего. Ну, собственно, на этом и все. Денег, дача, удачи. Блин, ну хорош. Ну хорош. Э, есть такие приколы почилить чисто. Особенно со стволом и ждать не буду, нафиг тебе. Вот тебе, держи и все. И вечно собаки, это реально меня всегда бесило. В сталкере эти гребаные собаки просто раздражали. Терпеть не мог это все дело. Вот. А что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok